Всем привет! С вами Волева Дуброва, а вы на канале Процветок. И сегодня я вам расскажу, для чего нужны этикетки и из чего их можно сделать за дорого, недорого и вообще абсолютно бесплатно. Когда мы делаем посевы, понятное дело, мы записываем дату посева. Может кто-то не пришел еще к этому, но я считаю, что это очень организует нас самих и дает нам понять, стоит ли нам ожидать еще каких-то чудес от растений, от посевов наших, либо не стоит. Например, мы посеяли и знаем, что помидор должен зайти через 2 недели, все непременно, а прошло уже 30 дней. Посмотрели на этикетки? Ага, написано там 10, а уже сегодня 10 следующего месяца. Ну все, значит можно эти посевы выбирать. Возможно, вам будет интересно провести свои наблюдения. Тогда заводим журнальчики, пишем сегодня там посев, помидор, завтра бурак, морковка, может кому-то бурак непонятно, свекла, морковь и так далее. И пишем дату, можно даже написать какие погодные условия, в общем какие-то заметки сделаете графу. Через сколько дней зашло у вас в этом году, через сколько дней зашло в следующем году. Вы можете таким образом отобрать более интересные сорта. Ну ладно, с этим мы разобрались. Когда вы высаживаете растение уже непосредственно в грунт, то может быть кому-то будет важно, не просто у него куст пиона или куст розы, а будет важно, как называется этот куст. То есть сохранять оригинальное название как можно дольше. Я уже говорила, что дорогие этикетки, ну они не такие уж и дорогие. Но правда, чем больше этикетка, тем стоимость ее, конечно, дороже. Вот, например, такая магазинная этикетка. Хорошо уже заостренный колышек, она входит туда. Тут можно что-то написать. Из более дешевых вот такой вариант магазинов, различных дешевых продается. Можно воспользоваться вот такими этикеточками, которые хорошо подвязать шнурочком к растению. И тогда она не будет портить внешний вид. Для посевов подойдут такие вот маленькие, уже тоже готовые, фабричные, скажем, этикеточки. Этикетки могут быть в форме различных зверушек, вот ежик, тут какой-то цветок лотоса, сердечки и всякое прочее. Но это если кому-то нравится такая пестрота в саду. Лично мне пестрота не нравится. И когда разнообразные этикетки, одни могут быть там желтого цвета, другие белого цвета, то это отвлекает и вносит какую-то мусорность такую, вносит, мне кажется, наш пейзаж нашего сада. Поэтому либо призываю к тому, чтобы они были однотипные, либо чтобы они были незаметные, то есть прятать где-то в кроне. Потом на таких этикетках, чем мы будем писать? Исключительно карандашом. Конечно, можно сделать надпись и маркером, но если мы в нем уверены, если он уже нами проверен. Потому что некоторые дешевые маркеры выгорают в течение месяца и вообще не останется от надписи и следа. Ручка шариковая тоже для этого не подходит, потому что она тоже выгорает и смывается некоторые чернила после дождей, их уже и не видно. А если оно забрызгалось землей после дождя, то мы начинаем протирать и все, запись иссезает навсегда. Поэтому варианты фабричных этикеток могут быть различные, но пусть они будут одинаковые в вашем саду. Затем переходим к тому, что случайно перепало. Это у меня такая лопаточка от детской азбуки, веер такой. Она оказалась чистой, но, как правило, они бывают цифры, бывают гласные, согласные. Даже если там написана буква или цифра, все равно у нас есть место, где написать. Здесь писать можно очень много, можно даже там какие-то характеристики написать, какого цвета должно быть. Иногда поверхность этих этикеток оказывается глянцевой. Тогда мы берем на помощь наждачную бумажку, любой зернистости. И прежде чем писать, мы немножко нарушаем поверхность. Для того, чтобы карандаш хорошо писал и для того, чтобы долго сохранялась надпись. На глянцевой поверхности, во-первых, плохо писать. Если карандаш твердый, то вообще надпись получается такая слабая, и она уже сразу выгоревшая. А здесь мы сейчас вот напишем. Вот здорово пишется. Написали. Написали дату. Такую-то. 23-й год. Замечательно. Потом, совершенно бесплатно, где-то можно найти от упаковки, от какой-то коробки, куски пластика. Они бывают в различной форме. Можно нарезать секатором или большими ножницами садовыми. Иногда они просто ломаются. Вот такая у меня была она когда-то большая и ломалась на мелкие кусочки. Она тоже глянцевая, поэтому здесь вот игра света. И видно, что она зашкурена. И на ней тоже теперь хорошо писать. Из пластика, который бывает, встречается в быту. Раньше он часто встречался. Не знаю, откуда он появлялся, но в доме он у меня был. И поэтому можно было вырезать любого размера. Но здесь уже была фигурная вырезка. Специально вырезана ножка. И очень долговечный. То есть его не берут никакие погодные условия. Даже зимует хорошо в открытом грунте. И тут я напишу. Написала. Что касается еще таких пластиковых этикеток. Когда мы оставляем в грунте зимовать, то 1-2 сезона и они начинаются терять свои качества. То есть они становятся крохкими, ломаются. И потом, когда мы их куда-нибудь хотим в другое место перенести, то они просто ломаются прямо у нас в руках. Такие, которые более вязкие в руках, они более долговечные. Ну и дальше перебираемся. Можно от пикника воспользоваться ножиком. На нем тоже замечательно писать. Можно как в грунте обозначать редки ножиками, так и при посевах в закрытом помещении. Но, правда, тут тоже надо немножко зачистить. И только после этого мы сможем написать. Такая манипуляция позволяет карандашу туда прямо въестись. И даже если оно замажется землей после дождя, то можно так легко, конечно, легким движением исчистить, и надпись карандаша останется. Написали. Следующая низанка у меня. Она предназначена для того, чтобы... Ну, мне в работе такое надо при селекции. На каждый кустик подвязывается. Может вам пригодится такой опыт. Маленькая. Просто здесь можно поставить номер. Допустим, вы шифруетесь от соседки, чтобы она не подсмотрела, а что это за сорт у вас такой помидора. Поэтому вы здесь пишете цифру 1. А у себя в журнале пишете 1. Любимый. А из чего они сделаны? Они сделаны из коробочки, от сметаны, йогурта или еще чего-нибудь. Вот в таких пластиковых баночках, которые продаются. Разрезаем. Сначала отрезаем дно, чтобы оно не мешало нам дальше резать. Режем. И в зависимости от высоты баночки у нас получаются различные этикеточки. Наружная сторона, она глянцевая, видите, она блестит. А внутренняя сторона, она вполне подходит для того, чтобы на ней что-то записать. Можно не такой вариант, когда у нас обоюдная такая клинышек получается, а можно сделать меньшее, и на один скос он тоже хорошо входит в почву. Ну и следующий вариант, который долговечный, здесь у меня такая рабочая, извините за ее внешний вид, но это этикетки, она уже, можно сказать, древняя, ей уже лет 25. Это сделано из дерева, с кусочком досточки. Можно один раз ее вырезать, заставить кого-то. Можно найти какие-то ящики, которые сделаны не из древесного шпона, а именно из таких маленьких досточек. Их только немножко обрезать нужной величины, застрить, чтобы лучше входило в почву. Когда оно прокрашено, тогда оно долговечнее. Здесь уже, видите, следы времени. От почвы начало прогнивать краешек, но не сразу был прокрашен. И ставить около каких-то больших своих кустарников. Может у вас там выращиваются плантации чего-то плодового, там смородины или крыжовник какой-нибудь. Если покрасите, то лучше красить матовой краской, которая не глянцевая поверхность. Тогда на ней будет лучше сохраняться карандаш. Ну, можно и маркером, но только чтобы был надежный маркер. Здесь мы тоже что-нибудь напишем. И еще один вариант. Мне он нравится больше всех других. То, что касается огорода, потому что то, что там в теплице или на подоконнике, это одна история, а то, что в саду, то это совсем другая история. Это снова идет в работу досточка. И такие этикетки, ну, я думаю, найдете вы мужчину рядом какого-нибудь, который вам поможет зашлифовать и вырезать. Там как-нибудь уже к нему подлежитесь, чтобы он это сделал. Надо отшлифовать хотя бы одну сторону. Здесь тоже можно писать карандашом. Им написали. И вполне хорошо оно смотрится. Мягкий карандаш берем для этих целей. Эту сторону можно на клинышек заострить. И такие вот этикеточки, они абсолютно смотрятся натурально в огороде. Даже если это цветочная клумба, даже если это розари. Они смотрятся вроде бы как натуральный материал, опора. И особенно, когда уже появляется зелень, то они вообще даже и не видны становятся, потому что как бы сливаются с общим пейзажем. Ну, вот такой маленький обзор, что можно сделать своими руками, для того, чтобы привести в порядок, систематизировать свои посадки, пассивы и те растения, которые вы хотите сохранить, сортовое название или даже год посадки, чтобы потом кому-то сказать, а у меня рассказать какую-нибудь дивную историю. Спасибо за внимание. Надеюсь, что кому-то это принесет пользу. До новых встреч!